Владимир, поздравляем вас с победой. Расскажите, пожалуйста, учитывая то, что нужно было обязательно побеждать, с каким настроением вы выходили на партию, как вы готовились и насколько это отличалось от обычных партий? Ну, я могу сказать, что мне не приходилось до сих пор отыгрываться, это первый раз в моей жизни, но я настраивался примерно так же, как на Европе, когда мне нужно было выигрывать много игр подряд и думаю, что сегодня подготовка не сыграла особой роли, роль сыграли нервы соперника, он почувствовал, что он близок к победе в матче после дебюта, потому что он вышел с довольно комфортной позиции, но в дальнейшей борьбе он пропустил трансформацию, после которой мне удалось найти удачную жертву качества и борьба значительно обострилась, думаю, что без качества у меня уже был некоторый перевес, ну и он развалился буквально в пару ходов, поэтому не могу сказать, что были какие-то различия, но повезло, что в этой игре нервов сегодня удалось победить. — Насколько было сложно пожертвовать психологические качества? — Было очень легко пожертвовать качества, потому что я прекрасно понимал, что других шансов у меня не будет, и плюс я оценивал позицию как предпочтительную для меня после жертвы. На этом, в принципе, я и рассчитывал, что он сыграет на ладе f5, ферз d7. Мне кажется, у него было несколько других опций, которые могли быть сильнее. — Получается, что вы были в более комфортной психологической позиции в течение этой партии, то есть вам было нечего терять, и поэтому это как-то сыграло свою роль? — Я думаю, что я был достаточно расслаблен, я уже понял, что терять мне нечего, и старался просто делать свое дело, а сопернику нужно было как-то балансировать, ему хотелось сделать ничью, при этом в позиции не было прямой ничьей, и она должна была трансформироваться в долгую игру. Он мог сыграть значительно надежнее вместо слона d6, побить конем на d2, и тогда у него, я думаю, некоторый перевес был бы в метельшпиле, но он не нашел это надежное решение, и после этого начался какой-то определенный дисбаланс, и, естественно, это вызвало нервы, и тут у меня уже был большой психологический перевес, я думаю. — Что случилось вчера? В какой момент оказался критическим? — Ну, я думаю, что я просто очень плохо вчера разыграл дебют, и потом, когда мы начали повторять ходы, я, конечно, должен был продолжить их повторять, причем как можно быстрее, и пытаться зафиксировать ничью, но я просто поддался амбициям, я как-то захотел в худшей позиции сыграть на победу, за что был уверенно наказан, и, в принципе, критическим моментом стал тот момент, когда я дернулся и в пять, и после этого у меня уже не было никаких шансов в этой партии, он отлично провел добивание. — Как вы будете настраиваться и готовиться к завтрашнему дню? — У меня уже есть некоторый опыт тайбрейков, поэтому, в принципе, я знаю, как я буду настраиваться, ничего специально делать не буду, но я надеюсь, что я буду в большей степени контролировать ситуацию, и мне получится не дать ему таких шансов, которые я давал ему в классической части матча. Субтитры подогнал «Симон»